Согласитесь, друзья, дабстеп так немножечко в сторону уже отошел, да? Хотя раньше все было по-другому. Нет, в итоге есть что-то в этом такое. Друзья, всем привет, это Scrubber на связи. Большой респект, что вы смотрите этот видос. Давайте сегодня в таком ламповом режиме. Распаковочка, друзья. Я, в принципе, люблю очень сильно этот формат. И надеюсь, что тебе тоже это нравится. И как на распродажу у тебя все прошло, купил ты что-то или нет, обязательно челлендж в комментариях напиши. Мне будет интересно почитать. Ну и кинцов, как обычно, вы, наверное, все это любите. Для того, чтобы все было по-ламповому, по-красивому. И сегодня живой смартфон, недорогой смартфон с официальной гарантией в России и все остальные дела. Это Scrubber с паковкой. Если ты еще не подписан, то подпишись, пожалуйста. Мне будет очень-очень приятно. А для тебя это, в принципе, пальчиком тыкнуть. Погнали. Мы видим, что здесь достаточно большая такая карамбинция. И надпись NFC. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь есть NFC. И я заклеил шилдики, чтобы вы сразу же не поняли, что это за смартфон. Но и если ты понял, то обязательно пиши. Коробочка открывается очень просто. И сама коробочка достаточно такая, но солидная, красивая, с полоской посередине. Вот так все это дело выглядит. Отложим телефон пока что в сторону. И здесь у нас есть такой вот лоточек небольшой. Стекло. Оно не наклеено. Нужно клеить самим. Здесь различные бумажки. Чехольчик. Ну, в принципе, эта ситуация стандартная для этого года. Он такой плотненький. Ну, посмотрим, как он себя поведет в целом. Я ненавижу эти пластиковые чехлы, знаешь? Здесь какие-то еще бумажки. Зарядочка. 18 ватт. Здесь есть скрепка и провод. Вот, в принципе, и все. На этом все закончилось. И вот само тело смартфона, друзья. Обратите внимание, называется он Tecno. Да, это второй, так сказать, китайский или же гонконгский эшелон. Это что за фигня? Сейчас мы все распакуем и немного я вам расскажу об этой компании. Итак, первая пленочка. Так себе. Вторая пленочка. Смартфон, друзья, просто здоровенный. Задняя крышка достаточно такая глянцевая, но отпечатки пальцев нет. Собирает, но не так сильно. С такой вот полосочкой посередине смотрится очень как-то стильно, красиво. И вот центральная заставка компании Tecno. Выполнена тоже неплохо. На верхней грани у нас пока что ничего нет. Абсолютно свободно. На левой грани у нас лоток. Ногти пострыг сильнее. Итак, у нас лоток тройной. Отлично. А здесь уже встроены 128 гигабайт и 4 гига оперативки. Но здесь вы можете еще добить на 128 гигабайт. И соответственно у вас вообще будет полнейшая радость. Никакой резиночки здесь не присутствует. Но видно, что пластиковая заглушка помогает избегать засорения. На левой грани кнопки громкости и соответственно кнопка включения и выключения. Сюда же встроен сканер отпечатков пальцев. Далее интересно. Миниджек остался. Отличный USB Type-C и основной микрофон. Вы спросите, а где же здесь динамик? Да, друзья, это вопрос очень интересный. Сейчас мы его настроим и я вам все конкретно объясню. Давайте сравним его по размерам с Redmi Note 10. Redmi Note 10 Pro. И он даже больше, чем Redmi Note 10 Pro. И если говорить о центральной камере, посмотрите, друзья, то тоже камера здесь центральная немного меньше. Здесь чуть-чуть больше. В принципе, как на Redmi Note 9 Pro. Наверное, вот такая же камера была. Ну и в целом, друзья, это абсолютный какой-то гигант. Давайте сравним его, допустим, хотя бы с Xiaomi Mi 9 SE. Ну как хотя бы. Это вообще, в принципе, был малыш, наверное, один из самых лучших за всю историю. Посмотрите, друзья. Вот мы сравниваем. Это просто какой-то абсолютный гигант. Вот это гигант, а это просто малыш. Ну и, конечно, вы сразу понимаете, что по размерам этот смартфон просто очень-очень большой. Даже Redmi Note 10 Pro, насколько он уж как бы немаленький, то... Потому что здесь экран 6,9 дюйма, друзья. Просто какой-то здоровенский. Для того, чтобы употреблять контент, это неплохо. Ну и, по сути, это такой планшет-офон, которым можно пользоваться как телефоном. И, соответственно, смотреть кинцом и радоваться жизни. По характеристикам пробежимся. Здесь самая, наверное, большая фишка этого смартфона. Это батарея на 7000 мАч. Боже, что это было! Смотри, батарейка. Размер D. Пошли по-крупному. Просто какой-то гигант. Я, наверное, такие батареи помню только в Xiaomi Mi Max 3. Да и, в принципе, диагонали там были такие же. Mi Max 2 и Mi Max 3. Там было все, в принципе, то же самое. Но и быстрая зарядка 18 Вт. Наверное, это самая минимальная зарядка для этого года. Экран 6,9 дюймов. Это IPS-матрица Full HD плюс разрешение. Здесь есть три камеры. Есть и четвертая, но, в принципе, она, ну, по мне, так, наверное, не рабочая. То есть здесь есть основной модуль на 48 Мп и два дополнительных модуля. NFC, как я вам уже говорил. Ну и в качестве процессора Helio G85. Это достаточно средненький процессор. Даже, я бы сказал, ниже среднего уровня. То есть меньше 300 тысяч баллов Antutu. Но сейчас мы закачаем сюда Antutu и все проверим. Итак, друзья, вот так выглядит оболочка. Все стандартно, просто похоже немножко на оболочку. Вот именно в этом плане на классический Android. Но здесь у нас в настройках есть интересный момент. Во-первых, это Android 11, сразу же с коробочки. И HiOS 7-го поколения. То есть они разрабатывают собственную оболочку. Молодцы, красавчики. Версия 428 тоже неплохо. Основная камера на 48, фронталка на 8. И сейчас вы посмотрите, как выглядят фотографии. Вот такой вот вас встречает интерфейс. Но здесь есть такая вот фишка. То есть с махиванием снизу вы открываете основное меню. Если вы до этого не догадались, то у вас, в принципе, ничего не получится. В том числе макро режим, основной режим. Вот и телережим. Телевик здесь не настоящий. Это обычный кроп. И вы как раз можете наблюдать сейчас фотографии, чтобы понимать, в принципе, как он снимает. Снимает он достаточно средненько. То есть учитывая, что здесь 13 тысяч рублей, то за эти деньги снимает нормально. Но фишка, которая не была раньше, кстати, в этой компании, появилась у нас стабилизация видео. Окей, вот она выключается. И таким образом она включается. 1080p пишет. Стабилизация не самая лучшая, но она уже немного отрабатывает. И это очень сильно помогает при съемке видео. Также во фронтальной камере есть вспышка, друзья. Вот она. Включаем. И, в принципе, ее выключаем. Тоже прикольный момент. А дальше я скачал Antutu. И посмотрите результаты. Я, как и говорил, это, в принципе, средние результаты. Ниже даже чуть средних. То есть, примерно год-два назад такие же показатели были у середняков. Сейчас середняки еще подтянулись вверх. Дальше здесь присутствует гейм-режим. Таким образом он красиво открывается. 180 также здесь присутствует. А если вы хотите узнать о герцовке этого экрана, то она стандартная 60 Гц. И давайте послушаем музыку. Для этого, конечно же, мы берем Diesel Power. То есть, как вы поняли, в качестве центрального динамика здесь используется разговорный динамик. И больше динамика здесь нигде нет по кругу вообще. С одной стороны экономия. Но с другой стороны, друзья, звук неплохой, но очень тихий. То есть, по качеству звука неплохо. Но реально очень тихо. То есть, я вот сейчас вытрутил на всю громкость. И могу ли я что-то еще сделать? В принципе, нет. Вот таким образом выглядит картинка. В принципе, все приемлемо, нормально. А если говорить о Vibro режиме, то Vibro здесь тоже немного прокачанный. То есть, нельзя сказать, что это прям совсем такой середняк или же бюджет. Даже так неплохо откликается. И мне все здесь в этом отношении понравилось. Итак, выводы по поводу этого смартфона. Кому же он нужен, этот смартфон? Ну, во-первых, для тех, кто любит, чтобы батарея не заканчивалась на смартфоне. То есть, если вы любите зарядить и улететь куда-то. И, в принципе, не подзаряжать долгое время, то для вас, наверное, смартфон подойдет. Средняя звонилочка. Неплохо, в принципе, фотографируют за свои деньги. Этот момент обязательно отмечу. Именно за свои деньги. В принципе, неплохо. Смотрите. Быстро. Прикасаюсь. И сразу же происходит разблокировка. Все окей. На этом, друзья, буду заканчивать. Если вам интересно, то можете обратить внимание на этот аппарат. Всем респект и уважуха. Всем пока-пока. Слушай, ты можешь мне объяснить, что происходит вокруг?